Добрый вечер. С новостями к этому часу вас познакомят сурдопереводчик Виктория Антонишина и я, Алмаз Ашим. Касым Жмартукаев на своей официальной странице в Твиттере поздравил работников системы здравоохранения с Днем Медика. В поздравлении говорится, профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни. Президент Казахстана пожелал всем медработникам здоровья, успехов и благополучия. Врачи Восточного Казахстана встречают свой праздник с новыми достижениями. На их счету за последний год почти 120 тысяч ранее не проводившихся высокотехнологичных операций и диагностических процедур. В областной больнице, к примеру, освоили еще один способ лечения пороков сердца. Он позволяет даже при серьезных дефектах этого органа проводить хирургические вмешательства малоинвазивным методом. Заслуги медиков тоже не остаются незамеченными. Лучших из них поздравили на торжественной встрече. Десяти специалистам вручили ключи от квартир. Областная больница в Усть-Каменогорске и Национальный центр кардиохирургии – давние партнеры. Столичные специалисты помогают врачам региона освоить самые современные методы лечения болезней сердца. В этот раз впервые в городе для 56-летней пациентки ведет операция по устранению дефекта межпредсердной перегородки. Малоинвазивным методом с минимальным разрезом. При этом уже привычные способы эндоваскулярной хирургии здесь не подошли. Есть два метода лечения данной операции. Это открытая и закрытая. Закрытая – это то, что называемое эндоваскулярное. То есть через прокол в ноге мы можем закрыть этот дефект, но при определенных условиях. То есть должны быть края, для того, чтобы так называемый, в народе называют зонтик, смог закрыть. Но у нее был огромный дефект, то есть не было возможности. Раньше в таком случае пришлось бы раскрывать всю грудную клетку. Учились проводить операцию малотравматичным способом, с доступом к сердцу через межреберный разрез. На помощь пришла эндовидеохирургия. Как раз пригодилось новое оборудование. В области за последние три года на оснащение больниц затратили почти 23,5 миллиарда ценге. Еще около 3,5 миллиардов пошло на обучение врачей. Они, прежде чем выполнить этот мастер-класс, они уже обучались, ездили в Германию, приезжали к нам на мастер-класс в течение года. Несколько раз приезжали совместно. У нас ассоциировали, помогали нам, мы показывали полностью. И прежде чем выполнить здесь операцию, шел длительный подготовительный период. Я думаю, да, все могут воспользоваться этой помощью теперь. Проводится в области большая работа по привлечению кадров. В больницы региона ежегодно приходят около 200 молодых специалистов. Приезжают опытные врачи из других городов. Единственное, что на новом месте есть сложности с жильем. Специально к профессиональному празднику медиков в Усть-Каменогорске решили и этот вопрос. Привлекли в город Усть-Каменогорск для улучшения, оказания помощи, медицинской помощи в родоспоможении. Мы уже работаем с 2017 года. И вот сегодня мы являемся обладателями квартиры. Я очень счастлива. Всего на торжественную встречу ключи от квартиры получили 10 специалистов. Лучших врачей отметили грамотами, дипломами. В целом в области свой профессиональный праздник сегодня встречают больше 20 тысяч людей в белых халатах. Анна Лисенберзина, Руслан Мухамедьяров, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Они подвергают свою жизнь опасности, защищают других. День и ночь стоят на страже порядка и в любую минуту готовы оказать помощь. В суете обыденности мы порой не замечаем, как сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность казахстанцев. В преддверии профессионального праздника наши корреспонденты вспомнили подвиги настоящих героев. Двое сотрудников дорожно-патрульной полиции, лейтенант Абзал Молдашев и младший лейтенант Роман Байдиль на автобусной остановке во время патрулирования в районе международного аэропорта заметили мужчину 65 лет, падающего на землю. Полицейские тут же поспешили на помощь, но мужчина уже был без сознания. Когда я увидел его, он лежал на боку с пеной во рту. Мы оказали первую помощь. Сделали ему прямой массаж сердца, искусственное дыхание. Периодически такие происшествия случаются. Я не считаю это смелым поступком. Это наша работа, наша прямая обязанность – помогать людям, особенно пожилым. Сама история произошла еще в конце января, но о ней стало известно только сейчас. О спасителях Селикпая Бокушева рассказали, когда он пришел в себя в больнице. Чтобы поблагодарить полицейских, мужчина лично пришел в полк дорожно-патрульной полиции столичного ДВД. Я нашел батальон, пошел к руководству, хотел выразить благодарность от всей своей семьи и сказать спасибо полицейским. Благодаря бдительности лейтенантов полиции эта история закончилась благополучно. В стране немало действительно смелых людей, подвиги и поступки которых нельзя забывать. Данай, Сатай, Хабар, 24. Участковый инспектор местной полицейской службы Ильяс Шахизааданов вместе с жителем поселка Гульдала вытащил из горящего дома мужчину. В тот день он заехал в село по делам и, проезжая по одной из улиц, увидел зовущую на помощь женщину. Ильяс, не задумываясь, бросился в охваченный огнем дом, в котором увидел человека. По словам сельчан, без помощи лейтенанта им бы вряд ли удалось спасти соседа. Сразу по приезду скорой помощи и пожарных он уехал. После чего жители поселка разыскивали его, чтобы сказать спасибо, и нашли только через СМИ. К другим темам. В Тубкараганском районе Мангостовской области активно идет строительство птицефабрики почти за 3 миллиарда тенге. Мощность предприятия составит 5000 тонн мяса птицы в год. Продукция сможет покрыть потребности населения региона на 50%. Строительно-монтажные работы на земельном участке площадью 50 гектаров выполнены на 85%. Построено 12 птичников. В каждом из помещений будут выращивать почти по 40 тысяч птиц. Фабрика будет состоять из 4 площадок. Инкубатор, цех по производству комбикорма, убойный цех и здание по выращиванию бройлеров. Планируется создать 150 рабочих мест. Часть денег мы взяли в кредит у государства. Думаю, до конца года мы введем объект в эксплуатацию. Оборудование все пришло. Сейчас мы ждем подключения электроэнергии, чтобы продолжить работу. Тут будет создан свой микроклимат. Проходить птица будет 7 циклов. Воспитанников Павлодарского дома юношества Жасур Пах научили, как правильно нужно готовить баурсаки и самсу. Кулинарными секретами поделились бабушки, которые с удовольствием рассказали об особенностях национальной кухни. А наши корреспонденты попробовали лакомство на вкус. Чтобы блюдо было вкусным, нужно делать его своими руками, советует девушкам Бахаджамал Апа. Тесто для самсы готовят как обычно, а вот начинку каждая Апашка любит делать по-своему. Потому и получается выпечка, что называется, за уши не оттянешь. Я как бы думала, что можно из обычного. Фарш, но лучше, чтобы его перекручивать сами. Я не знала, что туда добавляется картошка. Вот, узнала об этом сегодня. Я думаю, это будет очень вкусно и, конечно же, пригодится мне. А вот к баурсакам подход особенный. Оттого и становятся они пышными и вкусными. У каждой хозяйки свои секреты. На баурсаке я покупала кран. Самое главное для них было интересно, когда резали баурсаки. Они все взяли ножи, думали, ножами можно резать. А у нас в национальном блюде нож не применяется. И когда Апашка, Сауля Апашка наша резала руками и бросала наши баурсаки, они такими пышными становятся. Вот это они первый раз узнали. Такое сотрудничество между бабушками и воспитанниками Дома юношества постоянно. Народному ремеслу учат, чтобы дети могли социализироваться во взрослой жизни. Конечно, детям хочется и попробовать себя в какой-то профессии, которую они еще не осваивали. Хочется им заработать немножко своих собственных карманных денег на какие-то свои приобретения. Нам сейчас помогают. У нас уже шестеро ребят работают по направлению от центра занятости. Двое ребят нашли работу самостоятельно по объявлениям. Проект «Дорога предков» нацелен на популяризацию казахских обычаев и традиций. А вместе с этим участники познают и народный фольклор. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игриков из Павлодара, Хабар, 24. Мастер микроминиатюры из Балхаша уже давно превзошел левшу, который, как известно, у Лисковского блоху подковал. Электромонтер Николай Савидов помещает шахматные фигуры в игольное ушко. Пишет афоризмы на конском волосе и рисует орнаменты на маковых зернышках. А сейчас умелец осваивает новое направление микроабстракционизм. В микроскоп мастера заглянула и наш корреспондент Марина Золотарева. Шедевры Николая Савидова можно увидеть только под микроскопом. Над изделием, размер которого меньше миллиметра, мастер трудится несколько месяцев. Куриное яйцо умелец подковал еще 35 лет назад. Потом научился гравировать пословицы на конском волосе и разрисовывать рисовые зернышки. Сейчас Николай осваивает новое направление в микроминиатюре. Создает геометрические фигуры и размещает их в игольном ушке или на маковой половинке. Во сне мне приснилась тема, которую я официально зарегистрировал, это микроабстракционизм. Я хочу, чтобы несколько десятков в маковой половинке их получилось разных. Там и пирамида, и конус, и шары, и цилиндры. В общем, шесть, по-моему, наименований геометрических фигур. По профессии Николай Савидов электромонтер. Свои уникальные экспонаты умелец создает в свободное от работы время. Нелегкое ремесло он освоил самостоятельно. Мастеров, которые занимаются таким сложным и кропотливым искусством во всем мире, можно по пальцам пересчитать. Если из миниатюр, конечно, это наши нетские, наши нетские, карагандинские, авторство братьев Джунусовых. Есть достаточно мелкие работы, которые выполнены просто великолепно. Наверное, вот это тоже можно считать такой очень кропотливой работой над миниатюрными, какими-то формочками, да, скульптурными. Вот. А так, чтобы менее, еще менее по размерам, у нас ничего такого нет. За 36 лет творческой деятельности Николай Савидов создал около 2000 микроминиатюр. Балхашский умелец удивляет своими работами не только соотечественников, но и жителей соседних стран. Его произведение находится на вечном хранении в музее первого президента Казахстана, а также в музеях России и Украины. Марина Золотарева, Сейла Уигликов, Карагандинская область, Хабар, 24. Казахско-татарские отношения 19-20 веков начали изучать в Талдыкургане. Там прошла научно-практическая конференция, организованная Всемирным конгрессом татар и академиком Муратом Ауэзовым. Участники говорили о татарской интеллигенции в Семереченском крае и становлении общественно-культурных ценностей двух народов. Также в ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы между Казахстаном и Татарстаном крепнут культурно-экономические связи. Это молодое образование, Ассамблея народа Казахстана. И все мы ищем формы работы, чтобы это стало реальным инструментом сближения народов Казахстана в единый народ Казахстана. Поэтому это наверняка получится продолжение. Окончание весеннеполевых работ в Кустанае сегодня отметили Сабантуем. На берегу Табола традиционный праздник татарского народа собрал представителей всех национальностей. Гостей встречали сразу на нескольких площадках – концертной, спортивной и кулинарной. Здесь прошла традиционная борьба на поясах, соревнования для детей и выставка сладких угощений во главе с Чак-Чаком. Сегодня в регионе проживают больше 16 тысяч татар и свыше 4,5 тысяч башкир. По словам организаторов, праздник Сабантуи уже давно вышел за пределы национально-культурных центров. На сегодняшний день это уже праздник всеобщего, всех народов, проживающих в Республике Казахстан. Более 20 лет мы его отмечаем. С большим интересом, с большой радостью все кустанайцы посещают его. Этот праздник уже на сегодняшний день является объединяющим. Праздник дружбы, взаимопонимания, взаимоподдержки. Все традиции имеют единое содержание, направленное на сохранение мира и согласия. Мы, молодое поколение, принимаем участие в мероприятиях всех этносов и передаем друг другу информацию, свои знания, опыт. Очередной этап Кубка мира по триатлону завершился в столице. На соревнования прибыли около 100 спортсменов из более чем 30 стран мира. Участники проплыли полторы тысячи метров по реке Есиль, проехали 40 километров на велосипеде и пробежали 10 километров. По итогам трех этапов состязания определились победители. Первым среди мужчин финишировал Дмитрий Либер из Омска, а абсолютом среди женщин стала наша соотечественница Салтанат Козыбаева из Алматы. Всем участникам и победителям вручили специальные медали и подарки. К слову, следующий, пятый этап Темр Адам пройдет в Боровом. Компания Uber показала, как будет выглядеть ее сервис по доставке еды при помощи дронов. Схема работы проста. Получив заказ, работник закусочная, загружает его в специальный контейнер, прикрепляет к коптеру. Аппарат доставляет его до курьера последней мили, то есть находящегося ближе всех к нужному адресу, а тот уже вручает заказ клиенту. Основная проблема с запуском сервиса заключается в том, что дроны-курьеры должны летать в густонаселенных районах городов, а регулирование в этой области еще далеко от совершенства. Но Uber уверены, что в ближайшее время получат лицензию от Федерального управления гражданской авиации США. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин